В этот диспетчерский пункт поступают звонки обо всех лесных пожарах на территории области. С наступлением весны работа Александра Ермакова проходит практически в круглосуточном режиме. В прошедшем 2014 году пик лесных пожаров и соответственно сообщение о них, звонков в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства пришелся на вторую половину апреля мая. В текущем 2015 году снежный покров еще не сошел, лесных пожаров зарегистрировано не было. В 2014-м леса заполыхали уже с 10 апреля, потому в этом году противопожарный период в Кузбассе решили начать на две недели раньше обычного. Протоколы за несоблюдение правил пожарной безопасности спасатели выписывают ежедневно, однако толку чуть. Нарушители не пугают ни штрафы до миллиона рублей, ни возможность оказаться за решеткой. Так в 2012-м за неосторожное обращение с огнем житель Яйского района получил год тюремного заключения. Он решил пожарить сало и отвлекся просто, а ведь весной очень быстро огонь распространяется, поэтому не по его вине, скажем так, возник лесной пожар. С сегодняшнего дня самолеты и вертолеты МЧС будут патрулировать самые пожароопасные Юргинский, Промышленовский и Кемеровский районы Кузбасса. В регионе создан специальный штаб, который уже сейчас отслеживает сигналы со спутников. Наблюдать за пожарами помогают и видеокамеры, установленные на вышках сотовой связи. Их видимость до 40 километров. Этого хватает, чтобы охватить все самые проблемные районы Кузбасса. Все пожары, которые у нас и допускаются в лесной зоне, они тушатся в первые сутки. Если вы наблюдали, может быть, видели, что сутки, там практически недели, месяцы могут тушить пожары. У нас такого нет. У нас это не допускается. С этого года на треть увеличено и количество лесопожарных бригад, а также техники. И это несмотря на то, что с каждым годом количество лесных пожаров в Кузбассе неуклонно снижается. Так, в прошлом 2014-м было зафиксировано всего 6 крупных возгораний лесов на территории области. В лесах снег тает не так быстро и пока тревогу бить рано. Однако, близость лесопосадок к жилым районам заставляют кузбасские спасатели мобилизовывать силы пожаротушения уже сегодня. Антон Овачев, Антон Скомаровский. Новости моего города.